Как оказать первую помощь человеку? Как правильно надевать противогаз и собирать тревожный чемоданчик? Об этом и многом другом ребята из школ номер 2, 7, 10 и 11 смогли узнать на очередной встрече профтренд. Прямо сейчас мы находимся во дворце детского творчества, где продолжается марафон профтренд. И сегодня тема безопасность на производстве в условиях ЧАЭС. На площадке Сергея Ефремова команда ребят смогли почувствовать себя настоящими пожарными. Их задача заключалась в том, чтобы потушить пожар и спасти человека на носилках. У Александра Никитина и Сергея Курнопялова ученики, помогая друг другу, надевали защитные костюмы корунт, которые спасают тело от радиации и ее пыли. На площадке у Ильи Блохина и Александра Сиверцева ребята учились оказывать первую помощь при потере сознания и остановке дыхания. Больше всего мне понравилась станция, где мы спасали жизни людям, то есть проводили искусственное дыхание, а также непрямой массаж сердца. Правильно надевать противоказ ребята научились у Эдуарда Лавягина. Показать и объяснить, как их надевать. То есть в основном все справляются с нормативами. И я думаю, что мы просто покажем, какие существуют виды, как быстрее и проще действовать с ними. Идея проводить подобную игру родилась не случайно. Авторы вынашивали ее долго, пока наконец задумок не воплотилась в жизнь. Эта идея родилась еще в прошлом году, чтобы показать, как управлять безопасностью на предприятии, то есть в Росатоме и в РФИАЦ-ЛИЭКе. В прошлом году мы сделали игру, которую проводили специалисты по охране труда, а в этом году мы привлекли специалистов управления по гражданской защите. На станции у Вячеслава Учаева ребята должны были собрать вещи на случай ЧАЭС за очень короткий срок. Все действовали слаженно и быстро. Осенью городской проект Профтренд продолжится.